Здравствуйте друзья! В этом ролике я расскажу о приготовлении цыпленка табака моим фирменным способом. Но прежде всего, чтобы мы с вами понимали друг друга, давайте договоримся о терминах. Это я к тому, что мне применительно к пище очень не нравится слово цыпленок. Мне сразу же представляется или новорожденный цыпленок, или советская синяя птица. В любом случае представляется что-то маленькое, недоросшее и худосочное. Поэтому в моей аранжировке цыпленок табака это взрослый бройлер из магазина. А если кому-то прикидет такая моя трактовка этого блюда, то я его успокою тем, что любой бройлер из мясного отдела магазина, по возрасту он еще цыпленок, и ему не более двух месяцев от роду. Так что смело берите взрослого бройлера, и будет вам счастье, потому что вкусно. Ну вот, с курицей определились теперь о другом. Вопрос в том, какая у вас самая большая сковородка. Дело в том, что раскрытая и отбитая курица представляет собой довольно-таки большой блинчик, и в маленькой сковородке просто-напросто не поместится. Но эта проблема вовсе не проблема. Просто в этом случае курица разрезается на две половинки по келью и средине спины, и каждая половинка обрабатывается и зажаривается отдельно. Но у меня есть большая чугунная сковорода, и моя курица-табака будет готовиться классическим способом – одним куском. Для начала мне нужно курицу раскрыть и распластать, но делаю я это своим собственным способом, да простят меня грузины. Дело в том, что в курице есть такая часть, в которой кушать нечего. Это шея и спина, где нет мяса, только кожа до кости. Вот шею и спину я сразу же вырежу, потом пригодится для бульона. А вот кожу я отверну и сохраню, ведь нет ничего вкуснее куриной кожи, поджаренной до хрустящей корочки. А теперь тушку нужно распластать и отбить. Отбивать нужно таким образом, чтобы разбить сухожилие в суставах, чтобы тушка при жарке не скукоживалась и курица оставалась плоской. Не переборщите силой ударов. Острые осколки перебитых костей – это не самая лучшая приправа. Удары я наношу плоской боковой поверхностью кулинарного молотка. Считается, что молоток должен опускаться с силой своего веса. Большую силу удара я применяю в области грудки. Правильно отбитая тушка должна быть плоской без выступающих частей. Теперь следующий момент. Курица для цыпленка табака будет мариноваться всего лишь полчаса. И она за это время не успеет ни промариноваться на всю толщину, ни принять в себя соль. Поэтому я делаю вот что. Нарисаю чеснок четвертинками зубочка, каждую четвертинку обмакиваю в соль и нашпиковываю толстые части тушки, делая проколы со стороны кожи. Теперь делаю маринад. Везде рекомендую делать маринад на основе натурального лимонного сока, но я предпочитаю использовать уксус. Либо обыкновенный столовый, либо у меня есть самодельный яблочный уксус. Так намного вкуснее. Налейте четверть стакана уксуса, доведите водой объем до половины стакана и полейте курицу. И посыпьте черным молотым перцем. А я это сделаю со своим уксусом. Накройте крышкой и пусть маринуется полчаса, а вы время от времени переворачивайте. Покуда курица маринуется, я приготовлю топленое сливочное масло. Ни для кого не секрет, что сливочное масло при нагревании начинает подгорать. Это происходит от того, что в нем имеется сыворотка и творог. Наша задача масло оттопить, то есть довести до кипения и вылить в какую-то пиалочку и дать остыть. Наверх всплывет чистый жир, который не боится высокой температуры, а внизу останется сыворотка. А вот смотрите, сколько здесь сыворотки. И еще понадобится одна подготовительная операция. Цыпленок табака – это курица, которая жарится под прессом. Ни у меня, ни наверняка у вас нет специальной сковородки с крышкой с синтовым прессом. Но не беда, обойдемся тем, что у нас есть на кухне. Нужно взять кастрюлю емкостью не менее 3-4 литров с диаметром, сопоставимым по диаметру сковородки. Тщательно мою дно кастрюли, наливаю около 4 литров воды и довожу до кипения. Прошло полчаса, и у меня все готово для жарки. Курица замариновалась, масло оттопилось, вода закипела. Теперь нужно достать курицу из маринада, положить на полотенце, можно одноразовое, и тщательно промокнуть влагу. Ставим на огонь сковородку, добавляем масло и хорошенько накаляем. Это очень важно накалить сковородку. Мясо ведь не должно тушиться, а сразу же, значит, жарится и румянится. Теперь ложу курицу кожей вниз и ставлю сверху кипящую кастрюлю. Предварительно протерев дно кастрюли. Наша курица готовится с двух сторон. Снизу горячая сковородка, а сверху горячая кастрюля. Процесс пошел. Кастрюлю. Ребята, глаз я включаю на максимум только на тот период, пока вот снизу схватится румяная корочка. Это буквально 3-4 минуты. А потом глаз я убавляю до среднего уровня. Есть много споров о том, сколько времени нужно жарить курицу. Я не буду спорить, а отвечу так, до готовности. И никто еще не придумал лучшего способа проверить готовность мяса, чем его прокнуть ножом и посмотреть на цвет выделяемого сока. Ребята, я думаю, что корочка уже схватилась. И настало время переворачивать. Посмотрю, какая прелесть. И пока она жарится, Начинаем готовить соус. Вкусный, обалденный соус. Цыпленка табака или курица табака. Для этого я беру стакан воды, ставлю на огонь, и пусть она закипается. А сам я этим временем беру вот перчик. И меленько-меленько нарежаю. Попробую полус. Тебе, Увери, и мгновенно, перчатки. И прожарим, и мгновенно, и пупором, И пупором, и пупором, и пупором, и пупором, и пупором. чайную ложку крахмала растворяю в 3 ложках воды выливаю в кипяток туда же добавляю перец и одну чайную ложку карри также добавляю чайную ложку черного молотого перца и снимаю с огня половина чайной ложки соли и только теперь когда кипяток немного остыл добавляю чеснок и зелень ставлю соус охлаждаться лайк а